Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема. Второй этап формирования канона Священного Писания Нового Завета. Всю историю формирования канона, то есть списка книг, которые входят в Священное Писание Нового Завета, обычно разбивают на три этапа. Первый этап до 170 года, когда сами списки от нас не сохранились, и выводы о том, какие книги принимались в качестве богодухновенных, делают на основе анализа произведений авторов Церкви того периода. Второй этап, который мы рассмотрим сегодня, со 170 года по примерно 300 год по Рождестве Христовым, появляются, дошли до нас, лучше так сказать, списки канона Священного Писания Нового Завета, имевшие хождение в Церкви, но эти списки отличаются между собой. И, наконец, третий этап, 4-5 века, когда происходит стабилизация. Списки становятся одинаковыми, в разных частях мира христианские церкви принимают один и тот же канон. Второй этап формирования канона связан с самым ранним из известных нам списков канона Нового Завета. Этот список называется канон Муратори, иначе Мураториев канон. Он был найден католическим исследователем и священником Людовико Антонио Муратори, годы жизни 1672-1750-й, в Амбразианской библиотеке в Милане, куратором которой и являлся Муратори. Данный канон был опубликован в 1740 году. Кодекс, в который входит канон, датируется 8 веком по Рождестве Христовым и включает 26 листов на пергаменте, содержащих различные богословские произведения. Текст канона из 85 строк расположен на 10 и 11 листах рукописи и является латинским переводом с греческого языка. Данный латинский перевод по ряду филологических особенностей датируется 5 веком по Рождестве Христовым. Как же датировать греческий оригинал, который до нас даже не дошел? Он датируется по сведениям, которые содержатся в латинском переводе. В частности, данный канон Муратори упоминает о раннехристианском произведении пастырь Эрмы и упоминает следующим образом. Цитата «Эрма написал пастыря очень недавно, в наши дни, в городе Риме, в то время как Пи, его брат, занимал кафедру церкви в городе Риме». Деятельность Пиа I, епископа римского, приходится на период со 140 по 150 год. Для датировки документа следует взять среднюю дату – 145 год, когда жили Эпий I и его брат, написавший пастыря. Но когда был написан канон Муратори, он же говорит, что очень недавно в наши дни, вот для автора канона, наши дни – это 145 год. И вот здесь вот очень интересно. В зависимости от того, что мы понимаем, какой промежуток времени понимаем под нашими днями, мы будем датировать как одни исследователи данный канон 170-м годом, либо как другие исследователи 195-200-м годом. Обычно со студентами бакалавриата, когда мы изучаем данную тему, я провожу следующую беседу. Я им говорю, скажите, пожалуйста, нулевые годы – это наши дни? Все говорят, да, это наши дни. Хорошо, для меня это тоже наши дни. А вот 90-е годы, когда президентом был не Владимир Владимирович Путин, а Борис Николаевич Ельцин – это наши дни? Студенты начинают сомневаться. Они говорят, ну вы знаете, мы-то были очень маленькими, наверное, это еще вот наши дни, но уже под вопросом. А потом я спрашиваю про 80-е годы. Кто из вас застал Советский Союз, Коммунистическую партию Советского Союза, застойный период? Они говорят, нет, это уже не наши дни. А для меня, человека предыдущего поколения, это еще пока наши дни. Поэтому, конечно, в зависимости от того, что мы понимаем под нашими днями, так и будем датировать. Обычно наши дни – это вот период одного поколения 25 лет. Поэтому, если мы придерживаемся этой точки зрения, исходим из того, что автор канона Мураторий был не очень старым человеком, то мы берем 145-й год, добавляем еще период одного поколения 25 лет и как раз получаем дату 170-й год. Но какой-нибудь заслуженный профессор, убеленный сединами, скажет, нет, нельзя в качестве наших дней принимать одно поколение. Давайте возьмем два поколения, 50 лет. И тогда мы к 145-му году добавляем 50 лет, получаем 195-й или 200-й год, другой вариант датировки канона Мураторий. Я смотрю на это дело более оптимистично и придерживаюсь более ранней датировки 170-го года. Как бы то ни было, в 170-м году или несколько позже был написан тот канон, который сейчас является самым ранним из известных. И он интересен тем, что содержит не просто перечень книг Нового Завета, а дает краткую характеристику этим книгам, плюс вводит еще некоторые другие разряды книг. Поэтому данный канон считается в высшей степени интересным не только из-за состава книг, но и из того, какую методологию, подход к отбору книг он предлагает. В силу этого имеет смысл не просто сказать о нем, но даже и прочитать. Он краткий, а будем читать, рассматривать и комментировать. В сохранившейся рукописи канона Мураторий отсутствует начало. Речь идет сразу о третьем Евангелии, но достаточно очевидно, что до этого говорилось о Евангелии от Матфея и о Евангелии от Марка. Из того, что сохранилось, начало следующее. Цитата. При которых он тем не менее присутствовал и повестил их в свое повествование. Третья книга Евангелия. Та, что от Луки. Лука. Известный врач. После вознесения Христова, когда Павел взял его с собой как одного из ревнителей закона, написал его от своего имени в соответствии с общей верой. Однако сам он не видел Господа во плоти. И поэтому, поскольку он имел возможность удостовериться в происшедшем, он начинает свое повествование с Рождества Иоанна. Далее автор канона Мураторий излагает обстоятельства написания четвертого Евангелия, так как они были ему известны. Цитата. Четвертый Евангелие принадлежит Иоанну, одному из учеников. Своим близким ученикам и епископам, умолявшим его написать, он сказал, «Поститесь со мной три дня, начиная с сегодняшнего, и что откроется каждому, да расскажем это друг другу». В ту же ночь открылось Андрею, одному из апостолов, что Иоанн должен написать обо всем от своего имени, а другие все это проверить. Затем автор канона Мураторий указывает, как понимать, некую разность в изложениями евангелистов, учения Господа, либо тех или иных новозаветных событий. Цитата. Итак, несмотря на то, что о разных конкретных вещах можно прочитать в Евангелиях, это не влияет на веру христиан, поскольку одним духом все было возвещено во всех Евангелиях относительно христовых рождения, страстей, воскресения, жизни с учениками, его двойного пришествия, первое в уничижении, когда он претерпел страдания, второе в славное, в царском достоинстве, которое состоится в будущем. Для автора канона Мураторий важным является замечание апостола Иоанна Богослова в его первом послании о том, что он уже прежде написал то живым свидетелем, чем он был, то есть Евангелие. Цитата. «Замечательно то, что если Иоанн так тщательно упоминает все это еще и в своих посланиях, говоря о себе, что мы видели своими очами и слышали своими ушами, и наши руки осезали, все это мы написали вам» — это первое послание Иоанна с 1 по 3 стих, то так он называет себя не только все видевшим и слышавшим, но еще и писателем обо всех чудесных деяниях Господа по порядку. С точки зрения автора канона Мураторий, книга деяний также была написана апостолом Лукой. Кроме того, деяния всех апостолов записаны в одной книге. Для достопочтенного Феофила Лукас собрал отдельные события, происходившие в его присутствии, что ясно из того, что он опускает мученичество Петра, а также отъезд Павла из города Рима, когда он отправился в Испанию. Перечень посланий святого апостола Павла в каноне Мураторий сопровождается их краткой характеристикой. При упоминании пастырских посланий составитель Мураториева канона делает важное замечание. Все они признаны священными по оценке Вселенской Церкви. Вот здесь уже появляется тот термин, который фактически указывает на каноничность. Священное Писание. Этот термин употреблялся в Древней Церкви уже во II веке по Рождестве Христовым. Цитата. Что касается посланий Павла, они сами объясняют всем, кто хочет понять, откуда они, кому принадлежат или по какому поводу направлены. Во-первых, к коринфянам, запрещающие их еретический раскол. Следующие к галатам, против обрезания. Затем к римлянам, где он подробно объяснил порядок Писания. А также то, что главная тема и Христос. Нам необходимо одно за другим их обсудить, поскольку благословенный апостол Павел сам, следуя примеру своего предшественника Иоанна, по именам обращается только к семи церквам в следующей последовательности. К коринфянам первое, к эфесинам второе, к филиппийцам третье, к колоссинам четвертое, к галатам пятое, к фессалоникийцам шестое, к римлянам седьмое. Правда то, что еще раз писал коринфянам и фессалоникийцам для увещания, но все же явно видно, что есть одна церковь, рассеянная по всей земле. Ибо Иоанн еще и в апокалипсисе, хотя и пишет к семи церквам, тем не менее обращается ко всем. Павел также написал из расположения любви одно к Филимону, одно к Титу и два к Тимофею, и все они признаны священными по оценке Вселенской Церкви для регулирования церковной дисциплины. Обратите внимание на то, что канун Мураторий перечисляет послания апостола Павла не в том порядке, в котором они перечисляются в современном каноне Священного Писания Нового Завета. А вот далее в каноне Мураторий упоминаются подложные послания псевдоэпиграфы, которые приписаны апостолу Павлу сочинившими их еретиками для придания им большей авторитетности. Тем самым канун Мураторий вводит второй раздел уже, собственно, не канона, а вот круга книг, соотнесенных с каноном, соотнесенных со священными книгами. Цитата. Ходит еще послание к ладий кийцам и другое к александрийцам. Оба ложно приписаны Павлу для распространения ереси Маркиона и еще несколько других, которые не могут быть приняты Вселенской Церквью, ибо негоже желчь смешивать с медом. Послание Иуды и два послания Иоанна Богослова, но какие именно непонятно. Исследователи предполагают, что речь идет о первом и втором послании Иоанна Богослова, далее в каноне Муратория также рассматриваются как имеющий статус канонических. Цитата. Кроме этого, еще и послание Иуды и два вышеупомянутого Иоанна используются во Вселенской Церкви. Далее в каноне Муратория идет странность. По непонятной причине автор включает в состав новозаветного канона произведение «Премудрость Соломона», хотя и отдает себе отчет в том, что написано оно не Соломоном, что это псевдоэпиграф. Цитата. И книга «Премудрость», написанная друзьями Соломона в его честь. Из апокалиптического раздела автор канона Муратория называет в качестве канонических не только «Откровения на Богослово», но также и «Апокалипсис Петра», указывая на то, что имеются противники чтения последнего в церкви. Эта оговорка не случайна. Возможность чтения книги в церкви постепенно становится одним из важных свидетельств ее каноничности. Поскольку, если содержание непонятно слушателям, нуждается в дополнительном комментарии, то под вопросом оказывается основное качество канонической книги как богдухновенной способность излагать Божественное Откровение понятным читателю языком. Цитата из канона Муратория. «Мы принимаем только апокалипсис Иоанна и Петра, хотя некоторые из нас не желают, чтобы последний читался в церкви». Таким образом, апокалипсис Петра под вопросом. Отдельно приводятся рассуждения о пастриэрме, который, как следует из текста, уже читался в некоторых церквах и тем самым постепенно утверждалась мысль о его каноническом достоинстве. Но Муратория в канон отвергает эту возможность на основании того, что пастырь не восходит к апостольскому периоду. Цитата. «Но Эрма написал пастыре очень недавно, в наши дни, в городе Риме, в то время, как Пи, его брат, занимал кафедру церкви в городе Риме. И поэтому его следовало бы читать, но его нельзя читать людям публично в церкви, ни среди пророков, чье число полно, ни среди апостолов, так как написан после их времени». Интересно, что здесь термин «пророки» указывает на автора Священного Писания Ветхого Завета, а апостолы на авторов новозаветных писаний. В заключении дошедшего до нас текста канона Муратори указаны юритические произведения, которым сами юритики, видимо, пытались придать высокий статус, но их Мураториев канон категорически отвергает. Цитата. «Но мы не принимаем ничего из того, что писали Арсиной, Валентин или Мелитиад, который также составил новую книгу Псалмов для Маркиона вместе с Василидом, азиатским основателем катафрегийства. Можно констатировать, что в Мураториум каноне прослеживается деление всех книг, которые претендуют на каноничность на четыре категории. Надо сказать, что позже сходная систематизация будет дана в трудах Евсевия Кессарийского в начале четвертого века. Что же это за четыре категории канона Муратори? Первая категория повсеместно признаваемая. Это Евангелие, Книга Деяний, 13 Посланий Апостола Павла, Послания Иуды, 1-2 Посланий Иоанна Богослова, Книга Откровения и Премудрость Соломона, Спорная книга Апокалипсис Петра, Неканоническое чтение которое допустимо Пастырь Эрмы и, наконец, четвертая категория Полностью отвергаемые еретические книги. Состав Мураторио канона при сравнении с современным каноном Нового Завета следующий. Отличие его канона Муратории заключается в том, что в нем отсутствуют 1-2 послания Петра, 3-е послания Иоанна Богослова, послания Иакова и послания к евреям, но добавлены апокалипсис Петра и премудрость Соломона. К этому же второму периоду формирования канона относятся некоторые важные замечания церковных авторов тех лет, которые сами по себе не предлагают список, но говорят нечто важное о канонических книгах. Первый автор это святитель Ириний Леонский годы жизни со 130 по 202 известный борец с гностицизмом. Его произведение, основное произведение в борьбе с гностиками, которое часто сокращенно называют против ересей, на самом деле носит очень пространное название обличение и опровержение того, что ложно зовется гнозисом. В этом произведении святитель Ириний приводит 1075 цитат почти из всех книг Нового Завета современного канона. За исключением послания к Филимону, второго послания Петра, третьего послания Иоанна Богослова и послания Иуды. Но это не означает, что он их отвергал. Это означает, что, скорее всего, для потребности его изложения ему не нужно было цитировать эти книги. Интересно, что особое внимание он уделяет четырем каноническим Евангелиям. полемизируя с гностиками, которые предлагали альтернативные Евангелия, возникшие в их среде. Для обоснования четырех канонических Евангелий святитель Ириний прибегает к живописным метафорам и мистическим образом из Апокалипсиса. Цитата невозможно чтобы Евангелие было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо так как четыре страны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра, и так как церковь рассеяна по всей земли, а столб и утверждение церкви есть Евангелие и Дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих людей. Из этого ясно, что устрояющее все слово, восседающее на херувимах и все содержащее, открывшись человеком, дало нам Евангелие в четырех видах, но проникнутое одним духом, как и Давид, моля о его явлении, говорит, ты сидящий на херувимах явися, Псалом 79, 1 стих. Ибо херувимы имеют четыре лица, и их лики есть образы деятельности Сына Божия. Первое животное говорится подобно льву, книга Откровения, 4 глава, 7 стих, и характеризует его действенность Христа, господство и царскую власть. Второе же подобно валу, и означает его священно-действенное и священническое достоинство, третье имело лицо человека, и ясно изображает его явление как человека, четвертое же подобно летящему орлу, и указывает на дар духа, носящегося над церковью. Поэтому Евангелие согласны с тем, на чем восседает Христос Иисус. И, соответственно, после вот такого объяснения, соотнесения четырех евангелистов с видениями из книги Откровения, в позднейшей традиции церкви евангелисты стали соотноситься с этими небесными существами, это стало символикой евангелистов. Говоря о канонических книгах в целом, святитель Ириний ставит в один ряд евангельские и апостольские слова с законом и пророками. Очень интересно, что он называет Ветхий Завет законы пророки, а Новый Завет Евангелия и апостолы или апостол. И мы с вами видим, что в церковной традиции такое разделение в богослужебной сфере сохранилось, потому что отдельно сшит кодекс из четырех евангелий и он называется Евангелие и, собственно, во время богослужения находится на престоле и отдельно сшит кодекс из книги Дианей и посланий апостольских, который называется апостол, и он уже находится где-то в другом месте в алтаре. Святитель Ириней в одном месте в своей упомянутой книге ссылается на пастыря Эрмы как написание, и из этого можно сделать вывод, что он включал пастырь Эрмы в канон священного писания Нового Завета. Это был западный автор. Очень примечательно, что он как западный автор не просто принимает книгу Откровения, но даже соотносит ее с четырьмя евангелистами. Теперь обратимся к автору Восточной Церкви, и мы с вами увидим, что этот автор будет демонстрировать иную традицию, восточную традицию, согласно которой книга Откровения не всеми принимается, но зато принимается послание к евреям. Это Ориген годы жизни 185-254. Выдающийся экзегет Священного Писания, который оказал мощнейшее влияние не только на толкование Библии, но и на современную и последующую церковную жизнь. К сожалению, как мы с вами знаем, у него были произведения, в которых он придерживался не вполне христианских взглядов, в частности, это произведения о началах, и вот эти вот нехристианские взгляды, которые у Оригена были в зачатке, определенные движения его последователей, оригинисты, развили, выставили на первый план, и поэтому, к сожалению, на Пятом Вселенском Соборе не только они, не только эти нехристианские, нецерковные идеи, но и сам Ориген были осуждены. Тем не менее, Ориген повлиял очень сильно на отцов каппадокийцев, он повлиял очень сильно на традицию толкования Священного Писания и на Востоке, и на Западе. Свидетельством последнего является то, что его переводил на латинский язык пресвитер руфин. Однако, в тот период принципы перевода отличались от современных. Если сейчас переводчик старается максимально полно и точно изложить мысли автора, то в древности, как вообще говоря, и до революции было допустимо, переводчик адаптировал взгляды, идеи автора к конкретной аудитории, на которую рассчитан перевод. Поэтому пресвитер руфин в переводе оригена сознательно избавлялся от всех его сомнительных или нехристианских идей, то есть произвел некое воцерковление произведений оригена. Но, когда мы читаем оригена в переводе пресвитера руфина, мы должны помнить здесь может быть не только ориген, но и корректуры руфина. Именно в переводе на латинский язык сохранилось произведение под названием «Проповеди на Иисуса Новина». В этом произведении ориген сравнивает авторов Нового Завета с трубачами церкви, победившими идолопоклонство и философские заблуждения. Цитата. «Также и Господь наш Иисус Христос послал своих апостолов подобно священникам Нешим трубы. Первой зазвучала священническая труба Матфея в его Евангелии. Затем Марк, Лука и Иоанн вострубили в свои священнические горны. Две трубы Петра звучат в двух его посланиях, так же как Иаков и Иуда. Но это еще не все. И Иоанн вступает со своими трубами через послания. А вот дальше и апокалипсис. Эта фраза отсутствует в большинстве рукописей, которые содержат данное произведение Ориена. Вероятно, слово апокалипсис было вставкой пресвитера Руфина. Затем Лука, описывая Диане апостолов, позднее всех заявил о себе тот, кто сказал «Я думаю, что Бог поставил нас апостолами в конце всего». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 9 стих. Прогремев 14 трубами своих посланий, он разрушил стены Иерихона до основания, то есть все средства идолопоклонства и философские догмы. Мы с вами видим, что Оригин излагает канон Священного Писания Нового Завета очень близко к современному канону, однако встает вопрос относительно того, принимал или не принимал он книгу Апокалипсис Иоанна Богослова в качестве канонической. Интересно, что у Оригина встречается деление книг, претендующих на вхождение в канон, не на 4 категории, как это было в каноне Муратори, а на 3 категории. Первое законные Гнисиос, второе смешанные Миктос и третье подложные Нофос. Об этом он говорит, обсуждая книгу под названием Проповедь Петра и задается вопросом, к какой из перечисленных категорий можно эту книгу отнести. Но он в сохранившихся, дошедших до нас произведениях Оригин нигде не указывает, как он понимал эти три категории, и нам остается только на этот счет гадать. Тем не менее, очень важно, что и он, как автор канона Муратори, пытается не только отобрать книги в канон, но также классифицировать книги, которые остались за его границей. Таковы основные сведения, связанные со вторым этапом формирования канона. Следующим будет третий этап, когда произошла стабилизация списка канонических книг, и это было связано с деятельностью отдельных авторов, ярких и выдающихся. Об этом следующая лекция. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok